Светлана Анатольевна, Алексей Викторович, уважаемые коллеги, этим чудесным утром, да, рада вас всех видеть, и действительно акцент поставлен, мне очень нравится, мне всегда нравится, как формулируете вы задачу для докладчика, потому что просто так рассказать о системном лечении, брав позитивный меланом, это один доклад, а вот ответить на вопрос, с чего начать, это совершенно другой доклад, ну, по крайней мере, на мой взгляд, Поэтому я постаралась не доказывать в этой аудитории, что это все работает, мы с вами понимаем, да, а именно расставить, может быть, какие-то акценты, да, с чего действительно мы будем начинать Итак, ну, битва между титанами индустрии, без сомнения, и это такие еще, знаете, хорошие титаны, которые действительно достигают своих результатов, и пациенты, как сказал Алексей Викторович красиво, степень счастья пациентов мы можем измерить, потому что им это помогает Так вот, если такая битва, и, в общем-то, все идут довольно ровно, с чего будем начинать? Хорошо, попробуем представить это в виде такого графика или таблицы Мы без сомнения понимаем, что для бравмутерной меланомы, да, конечно, у нас есть таргетная терапия, но и опцию иммунотерапии забывать мы тоже не должны Если мы посмотрим, конечно, неволумаб, пембролизумаб, первая линия, это возможно, но у нас здесь на арене еще более такая тяжелая схватка, когда мы берем комбинацию двух таргетов, но у нас есть еще комбинация двух иммунопрепаратов Есть же какая-то разница, как нам выбрать, что мы сделаем? Итак, можно я вас спрошу, если у вас есть минутка, пожалуйста, ответьте Вот смотрите, перед вами пациент, первая линия, метастатический, соответственно, да, бравмутированный Вот что для вас будет действительно являться поводом назначить одно из этих? То есть, либо вы вообще всем назначаете, неважно, да, вот видите бравмутацию, назначают таргеты Или у виде ЛДГ вы назначите таргеты, или видят метастатический процесс в печени, или будет симптомный пациент, метастазы в голову Вот если у вас, условно говоря, только для одного пациента есть таргеты, кого из этих пунктов вы выберете? Вот, видимо, мой доклад для тех, кто назначает всегда в первую линию таргетную терапию Да, потому что, ну, действительно, само собой мы привыкли назначать таргетную терапию Мое личное частное мнение, наверное, я бы выбрала, если бы, вот, допустим, у меня пять пациентов, ну, или четыре, допустим И один из них симптомный, я бы назначила вот из этих, да, я соглашусь с теми, кто вот треть, да, со мной тоже, наверное, были, согласились Все это повод назначить, но все-таки Итак, кому и как, когда Мне очень понравился доклад Пола Лоригана, который рассказывал на вот в последнем ЭСМО Как мы назначаем кому и почему терапию Он взял пример Вот есть абстрактная женщина, допустим, два года назад у нее была первичная меланома, была третья стадия Сейчас ЭКОК-1, ЛДГ-1, нормы, ну, и есть метастазы печени легкие И вы знаете, я не буду хранить интригу до конца доклада Я скажу, что он, конечно, предложил варианты монорежима иммунотерапии, комбинацию иммунотерапии без сомнений Комбинацию таргетов терапии или какие-то запасные опции И в конце доклада, но я вам расскажу сейчас Он сказал, что в первую линию всегда и всем, почти всегда и почти всем, скажу точнее Он бы назначил иммунотерапию за некоторым исключением И эти исключения, наверное, надо посмотреть Почему? Потому что таргетную терапию он оставляет на вторую линию Он искренне верит, что после иммунотерапии пациент явно сможет, успеет получить эффект А если мы назначаем иммунотерапию, мы можем сделать так ЧАС-1 к 3, что пациенту не понадобится вторая линия Итак, берем также абстрактный профиль пациента Допустим, мужчине 65 лет, четвертая стадия, брав мутированный, ЭКОК-1 ЛДГ-2 нормы Метастазы печени легких, головной мозг Что будет еще, наверное, важно Вот есть болевой синдром, некоторое снижение массы тела Ну и, наверное, вот, скажем так, последним мазком в этом рассказе будет, например, внешний вид пациента Вот когда мы видим, да? Ну тут вроде как иммунотерапия не подойдет И вообще, после того, как я процитировала Полу Орегану, можно было, в принципе, передать слово Алине Игоревне Который бы рассказал о том, как у нас работает прекрасная иммунотерапия Но все-таки, такие пациенты есть? Есть Много? Много Да? Давайте посмотрим дальше Что же будет для нас вот этими факторами, которые будут влиять на оптимальную тактику Допустим, разделим благоприятный прогноз, неблагоприятный Если мы берем пациента благоприятного прогноза, то, конечно, нам очень хочется увеличить частоту объективных ответов Потому что мы с вами знаем, что она напрямую коррелирует с длительностью этого ответа Поэтому будет продолжительный ответ и будет отдаленная выживаемость лучше Даже если было прогрессирование перед этим Если будет неблагоприятный прогноз, как мы это видим? Нам нужно, вот как тому пациенту, явно срочно, чтобы наступил ответ Мы не можем ждать 3, 5, 6 месяцев, пока разовьется какой-то результат Нам нужно улучшить, как сказал Алексей Викторович, мне очень понравилось Это степень счастья пациента Надо ему качество жизни? Ну, конечно, при таком, например, образовании Да, эффективность при ЦНС, без сомнения, крайне важна для этой группы Итак, факторы прогноза для достижения ответа ЭКОК, понимаем ЛДГ Ну, наверное, большинство, вообще, вот самая большая часть доказательной базы Куда нам идти вправо или влево, она для ЛДГ Поэтому призываю всех брать этот маркер Потому что, когда вы видите вот такую цифру Да, 2,800 при верхней границе, менее 400 Наверное, ну, наверное, надо как-то задуматься И, может быть, все-таки оценить пациента Итак, почему? Очень много показано, что иммунотерапия, она работает, без сомнения Но, когда две нормы от верхней границы Эффективность монорежима, по крайней мере, без сомнения, снижается Комбинация иммунотерапии вот здесь начинает уже наступать на пятки Потому что, да, вот он монорежим Но комбинация иммунотерапии работает даже при высоком ЛДГ Что еще интересно? Вот обратите внимание Если у нас, у пациента высокий ЛДГ И мы берем монорежим, ну, допустим, невелумаба Оказывается, пациент пациенту рознь даже с одинаковым ЛДГ Потому что, если у этого пациента есть бравмутация или нет Они будут течь абсолютно по-разному То есть, при высоком ЛДГ и бравмутации Эффективность монорежима падает Ну, правда, здесь, конечно, у нас есть комбинация Она работает хорошо, одинаково и при бравмутированных И при бравотрицательных Итак, ЛДГ, без сомнения, влияет на выживаемость без прогрессирования Графики расходятся как для комбинации, так и для монорежима И даже при высоком ЛДГ На общую выживаемость влияет Конечно, таргетная терапия, без сомнения, также зависит от уровня ЛДГ Если мы посмотрим, расхождение графиков будет колоссальным Посмотрев на такую сводную таблицу Это не прямое, конечно, сравнение Мы увидим, что все-таки медиана времени без прогрессирования Для комбинации таргетов и иммунотерапии Вроде как даже стоит рядом То есть, получается, что ЛДГ, ну, повод, но не окончательный Это тоже абсолютно обсуждаемый маркер Дальше обсудим Метастатическое поражение печени головного мозга Насколько они должны нас двигать в сторону того, чтобы назначить комбинацию таргетов Давайте посмотрим Вот тоже мне очень понравилось Здесь Сильва рассказывала Анализ был проведен Которые анализировали эффективность иммунотерапии и таргетной терапии При поражении различных органов метастатическом И вы посмотрите Только один достоверный они нашли пункт Это метастатическое поражение печени Да, это не окончательно еще решено Но все-таки Идет к тому, что иммунотерапия менее эффективна Если есть поражение печени И, наверное, причем посмотрите Там есть еще поражение головного мозга И даже там она иногда лучше работает Это данные одного из центров Поэтому можно ли им пользоваться? Наверное, можно Метастазы в голову При метастазах в голову Точно так же работает и иммунотерапия, таргетная терапия Где мы найдем разницу? На симптомах То есть, если у нас бессимптомный процесс Метастатического поражения в головном мозге Который вы еще и отдали на лучевую терапию То после этого Ну, в идеале, конечно, комбинацию назначить Но иммунотережим может работать Таргетная терапия Наша палочка-выручалочка Для симптомных метастазов в головной мозг Без сомнений Получается К чему же я веду? Наверное, к тому, что еще есть какие-то пункты ЭКОК, ЛДГ Поражение печени, головного мозга Здесь тоже есть возможность назначить и одно, и другое А вот количество пораженных органов В общем-то, мы тоже видим связь Часто Что чем больше органов поражено, тем хуже эффект Объем опухолевой массы Ну, вот, например Я специально привела парочку Вот смотрите Допустим, поражен один орган кожи Что такое один орган Ну, например, если это такое Множественнейшее поражение Вот здесь, даже при одном органе Объем опухолевой массы Выходит в лидирующую позицию И они становятся, все эти пациенты Симптомными Поэтому, как суррогат того, что Количество органов Какое из органов И объем опухолевой массы Которая перетекает в симптомность То, что нас напрямую ведет к тому Что? Не откладываем и назначаем таргетную терапию Поэтому Если мы посмотрим Есть множество анализов, которые показали Вот, например, какие пациенты получают Наибольшее преимущество Здесь, на примере таргетной терапии Конечно, она тоже лучше работает У пациентов, которые лучше себя чувствуют И в анализ включались пациенты В зависимости от ЛДГ расходились Дальше по количеству опухолевого объема От количества пораженных органов От суммы диаметров И без сомнения Кардинально разные цифры И все-таки Если мы посмотрим Пол Ореган Множество экспертов Европейских, американских И я к ним присоединяюсь Говорит о том, что возможно Несмотря на то Есть мутация Или нет В первой линии мы тяготеем К иммунотерапии Но Что еще сюда будет относиться? Не исключение будет Умеренное повышение ЛДГ То есть, если раньше говорили Выше нормы Не надо Есть теперь понятие такое Как умеренное повышение Также Без симптомной метастазы в голову Также можно Нужно Для кого как Это мы сейчас На ней лечить иммунотерапию Нет однозначного решения По метастазам в печени На данный момент Конечно, мы, наверное, не будем Принимать решение Что если мы видим метастазы в печени Что мы должны обязательно Исключить иммунотерапию Когда же мы будем говорить о том Что в первой линии Нужна таргетная терапия И здесь, к чему я вела Это Симптомные метастазы в головной мозг И ухудшение общего состояния Они Да, объем опухолевой массы ЭКОК Назовите, как иначе Как вам больше нравится Но веду я к тому Что В первой линии Наверное, нежелательно Скажу так уклончиво Назначать Только Таргетную терапию Да, она прекрасно работает Но Эту таргетную терапию Возможно, стоит оставить На вторую линию лечения Потому что тогда Мы сможем у пациента Использовать Все опции Назначив сразу Да, без сомнения Эффективную терапию Есть риск Того, что пациент На следующую линию К вам придет К сожалению Уже И с большим поражением И уже И КОК будет другой И вы просто Не успеете Назначить иммунотерапию Поэтому, наверное Цель моего доклада Какая-то была С того, чтобы начинать Можно, конечно С таргетной терапии Но, может, я хотя бы Зерно сомнений Зараню Что можно и с иммунотерапией Назначать Несмотря на то Что вы увидели В анализах пациента Наличие брав-мутации Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...